Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1353. Разбор ответов Амвросия Юрасова. Книга 2, вопросы 9, 21-54. Если люди живут только на земле, то куда спешить? К чему такая гонка? Круглосуточно, без выходных работали фабрики и заводы, шахты. Не давали отдыха. Человек работал с утра до вечера, а результаты плачевны. Священник, отец одной нашей матушки, служил на приходе на Украине в зоне повышенной радиации. Когда пришли замерять уровень радиоактивности возле храма, оказалось, что все там нормально. Господь в тех местах, где совершаются Ему службы, попаляет, уничтожает эту смертоносную силу. Господь сказал, прежде всего ищите Царство Божие и правду Его, а остальное все приложится вам. Лукан 12, 31. Господь сказал, прежде всего ищите Царство Божие, а земное приложится вам. Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Евангелие от Матфея, 6, 33. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Лука 12, 31. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Сравните с тем, как цитирует отец Амбросий, и как говорит Господь. Найдите в этом разницу. Он приводит цитаты в кавычках с указанием мест, и этим вызывает полное недоверие. И этим вызывает полное доверие. А доверять Ему никак нельзя, потому что Он в очередной раз обманывает слушателей и читателей. Эта фраза вызвана была вот чем. Матфея, 6, 24, 34. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Не для тела вашего во что одеться. Душа, не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы, не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии. Как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Коль ми пач вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Это как образчик благоговения, соединения благодати, которая на священстве с благодатью небесной. Григорий Женицкий утверждает, что Бог имеет дело только с тем и привлекает только то, что сродственно Ему. Фразы, приводимые священникам и евангелистами, говорят не об одном и том же. Христос говорит о том, что не нужно заботиться о том, что более всего заботит нас. На что более всего мы тратимся ежедневно? Это пища и одеяние. Сектанты обычно добавляют это слово остальное. А остальное это удовлетворение всех наших вожделений, всех грехов. Тем более, в следующем ответе Отец Самвросий вставляет уже совсем новое слово для непонятливых. Земное, а об этом нет даже намеков у евангелистов. И по сути у Амбросия это есть безбожный подлог. Мне страшно, страшно за себя, боюсь, чтоб сердце вовсе не остыло, Чтоб не утратил чувства я, пока в крови огонь и в теле сила. Годами я еще не стар, о Боже, всех, кто жаждет искупления, Не дай, чтоб пеплом сердца жар засыпало мертвящее сомнение. Я говорю тогда, явись, явись к нам снова, Господь, в наш бедный мир, Где горе и разлад, да прозвучит еще Божественное Слово, И к жизни воззовет твоих отпадших чад. А.Н. Плещеев, 1857 год.